По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего попыток атаковать украинские позиции российская армия предприняла на Покропском направлении. 26 раз россияне шли на штурм в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидова. Почти половина всех боестолкновений произошла возле Селидова. Кроме того, 15 раз оккупационные войска пытались продвинуться и на Кураховском направлении. Стойко удерживают позиции украинские воины и на других направлениях, нанося противнику значительные потери. На восточном фронте с севера, это район Харька, и то, скажем, южное, где ведутся бои на Ореховском направлении, направлении в Реймском выступе. Интенсивность боевых достаточно высокая, но все-таки в сравнении, когда количество в целом по фронтах было за 200, здесь якобы есть снижение. Но на самом деле это отражает ситуацию и связано с тем, что противник с прежней интенсивностью и на всех направлениях наступать уже не может. Украинские воины выложили в сеть видео отражение атаки на Кураховском направлении. Российские танки там попытались прорвать украинскую оборону. Воины отметили, что экипажи на Леопардах, а также операторы ФПВ дронов метко уничтожили и повредили всю бронетехнику противника вместе с пехотой. Ловко, тактически и эффективно танкисты на танках Леопард отработали по вражеской колонне бронетехники и скрылись ждать следующих мишеней. Наши танкисты еще раз убедились и показали это противнику, что точность оружия высочайшая, как и ее огневая мощь. Из сообщения оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Телеграм. С помощью ФПВ дронов и кассетных боеприпасов бойцы «Третий» и «Штурмовой» отражают наступление россиян в Харьковской области. Войны отмечают, что отряды российских оккупантов-смертников сначала разбили на меньшие группы, атакуя из беспилотников, а тех, кто добежал до посадки, накрыли кассетными боеприпасами. Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Украины «Артана» рассказали, что в последнее время российские оккупанты стали все чаще атаковать украинские оппозиции самопальными БПЛА. ГУР провело расследование и выяснило, что такие дроны из фанеры изготавливают российские школьники и учащиеся ПТУ. Украинские воины научились сбивать их из автоматов. Расчет на то, чтобы больше испугать человека. Получается граммов 150-200 тротила и два десятка шариков. Большого вреда оно и какого-то тактического преимущества не дает. Это просто психологическое оружие, скорее всего, так, чтобы испугать, и не больше. Украинские пограничники уничтожили зенитно-ракетный комплекс российских военных, из которого оккупанты обстреливали украинские оппозиции на севере. Кроме того, на Торецком направлении украинские артиллеристы совместно с подразделением ракетных войск уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки россиян с последующей детонацией средства ПВО. Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, потери армии РФ в Украине растут неуклонно. Только за прошлые сутки на фронте украинские военные ликвидировали еще 1350 российских оккупантов. Также, по данным Генштаба ВСУ, силы обороны уничтожили за сутки еще 8 российских танков, 24 боевые бронемашины и 34 артиллерийские системы. Кроме того, оккупанты лишились двух РСЗО и столько же средств ПВО, утратили более 70 беспилотников, а также почти сотню единиц автомобильной и спецтехники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова